С Мелиссой я сам заварил. Извините, кофейной чашечки других нет. Говорят, что научить актерству невозможно. Это что-то должно быть внутри. Это природа. Ну, наверное. И говорят, что очень многих институты, ну, разные, портят. И убивают что-то такое, какой-то, как сказать, индивидуальность. Ну, что касается меня, меня, наоборот, институт раскрыл, потому что я была не очень. Ну, потому что балетный ребенок, у меня мозги совершенно по-другому работали. Я по-другому существовала. У меня не было полета фантазии такого, мне так кажется. И меня так балетная школа немножко прибила. Очень много дала, но очень много прибила. Поэтому институт меня раскрыл. Я стала... Институт люди, которые там... Это же есть институт. Они раскрыли меня, мне так кажется. Вы же с первого раза поступили, да? Да. В Щупинское училище. Кстати, вот Юлия Ильинична Рудберг, она не с первого раза переколкала. Да, очень много талантливых людей поступают не с первого раза. Мне просто повезло, что у меня была фактура, низкий голос, что понравилось моему художественному руководителю. Да и все, в общем-то, больше у меня ничего не было. Потому что, я думаю, то, как чудовищно я читала, очень сложно было там разглядеть что-то. При том, что я с прослушиванием сразу попала на конкурс. То есть я все туры пролетела, у меня не было их. В общем, я такой везунчик в этом плане. Будущая актриса Ольга Ломоносова в Москву приехала из Киева. Там она успешно закончила хореографическое училище и собиралась продолжить учебу в балетной школе в германском Штутгарте. Но поразмыслив, решила остаться и оставить все, что связывало ее с миром танца. Балетная выправка позволила поступить в Щукинское училище с первого раза. Теперь Ломоносова хоть и танцует, но только на театральных подмостках. В чем вы считаете еще ваших земель? Мне везет на людей, которых я встречаю в жизни. Мне повезло с моим мужем. Ну как, мне повезло с родителями, в первую очередь, что они так меня как-то воспитали и дали мне жизнь. Моя мама, которая, в принципе, очень такой человек, так сказать, такого режима, потому что в Советском Союзе они все росли, ну и мы, собственно, но вот она такого режима, склада, и она мне дала в какой-то момент очень человеческую свободу отпустила меня. А мама кто по профессии? Мама экономист. То есть вообще никакого отношения? И отец у меня нет ни к хореографии. Нет ни к хореографии, ни к хореографии. Нет ни к хореографии, ни к хореографии. Просто мама всю жизнь мечтала танцевать, поэтому танцевала я. И, в общем, я благодарна ей за ту, отчасти, и то, что она, все-таки, потому что очень сложно, когда ты любишь своего ребенка, отпустить его. Она меня отпустила в другой город, ведь могла же этого не делать. И как-то способствовала этому, уговаривала отца. То есть вот за это ей прям огромное спасибо, потому что если бы я не уехала из Киева, ну, ничего бы не вышло. А ты какими судьбами здесь? Да я хотела за одежду что-то подобрать. Я в Москву с одной сумкой приехал. Одни джинсы, одна футболка. А ты что-то дочке искала? Угу. Ну, только пока мы ничего не нашли. Да? Кстати, вот, а вы в детстве с твоим успевали какие-то фильмы смотреть? На каком кино вы воспитывали? Вам вообще сейчас Паша бы рассказала, на каком кино я воспитывалась. К моему стыду я Тарковского, Феллини, Пазолини, Вертолуччи, я не хотела смотреть только уже в сознательном возрасте. Я не слушала джаз, я не помню битву в своем детстве. Белые розы, то есть Ласковый май? Да, Ласковый май. Вот я помню, что я, когда была юным созданием, я очень любила ее в шутку. Как это вообще возможно было? Как это вообще возможно было слушать? Я не понимаю, но вот да, да. И моим воспитанием занималась моя старшая сестра, которая у меня на год старше, двоюродная. И вот она привозила, как Дитара Болина вдруг откуда-то, какие-то там модерн токены. Я вот это слушала. То есть я и книжки-то стала смотреть, читать, и в общем, хотя я рано научилась читать, но как-то, я же спорт, балет, ноги больше. Но вот с моим педагогом Валерией Ивановичем мне очень повезло, потому что вот именно в хореографическом училище я услышала о таких художниках, там, Вато, Тициан, В их Возрождении. Она нас в балетном классе, мы стояли в купальничках, мерзли, а она нам рассказывала про Рахманину, про их жизнь. И вот такой учитель-гуру она, потому что она очень много, и я вот в Киеве прям всех этих настролю, я трепещу, потому что я не знаю, как она воспринимает спектакль, как это будет для нее, и для меня это будет просто какой-то один из самых важных зрителей. Если ей это понравится, я буду просто счастлива. А если нет, то я не знаю, надо уходить из профессии. Продолжение следует...